итак мы продолжаем и походу да походу у нас квест солдата намечается внезапно истории агентов господин посмотрите новый раздел видеоархива истории агентов но мне кстати интересно посмотреть а кого тут еще есть истории то выберите кассеты а дайте как пристать то никак никак потому что это обучение и он здесь не один а вот истории агентов доступные сейчас я продолжу и дальше записывать истории агентов следите за обновлениями господин а вы дайте мне глянуть какие доступны сейчас спасибо опачки так 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 кого стальная ведьма что-то кого окей она есть его наверное много ли колонда ну что он рот каверни вы входите в режим гиперфокус на это время другие типы заданий станут недоступны где однажды у кафе на 6 улице в районе януса города нью эриду безобидный директор видео проката встречается здесь со своим постоянным посредником по кличке пастух чтобы обсудить чик чрезвычайно важное секретное дело старина ты моя последняя надежда иначе я ухожу из профессии рассказывай короче дело такое у меня тут отличный заказ который я урвал из подноса коллег но найти подходящего прокси оказалось не просто на кону очень многое и заказчица хочет познакомиться с прокси лично поможешь само собой подложная личность для защиты твоих персональных данных уже готова ты меня так тщательно окучивая что у меня просто нет варианта давай ты встретишься заказчицы на парковке за видео прокатом как ты узнаешь узнаешь не сомневайся запомни пароль пламя гром ладно тот же вечер на парковке ночь парковка за видео прокатом место знакомая но вам приходится сделать вид что вы тут впервые конспирация незнакомая девушка суровым видом стоит в центре парковки и цепким взглядом смотрит на вас наверное это заказчица который говорил посту а есть контакт вайс меня слышно прежде чем выйти на парковку вы ставили себе в ухо наушник откуда раздается знакомый голос ваша сестра следит за вами из видео проката на случай если что-то пойдет не так пошел навстречу с хрупкой девушкой заказчицам заказчицей но сестра следит чтобы что-то не пошло не так не волнуйся мы свеи позаботимся твоей безопасности а ты займись заказчицей и не забудь пароль и отзыв от пастуха пламя гром постановка истории на паузу во время прохождения истории агентов некоторые функции могут быть недоступным если вы хотите поставить историю нетов на паузу нажмите поставить на паузу логично и ведь не поспоришь прям логично логично агент алое приглашение ок ну да и и правда сложно не узнать суровая девушка пламя нет добрый вечер привет приятная погодка на девушка не отвечает но он кладет ладонь на рукоять висящего на поясе меча ладно я понимаю зачем здесь вообще нужно бэль стой пламя гром чуть не решили на две минуты 55 секунд ты опоздал навстречу в вооруженных силах ты получил бы выговор а качество наказания 175 отжиманий либо 87 с половиной отжиманий на одной руке как ладно хорошо не буду задавать лишние вопросы ладно хорошо вайс задаст эти вопросы за меня с половиной покажи так выглядит половина отжимания на одной руке вооруженных силах за глупые вопросы полагается двойное наказание меня подловили однако мне обязанности не входит контроль за гражданскими я здесь не за этим и прокси которого рекомендовал пастух запомнись этого разговора не было мы не знакомы а то что я сейчас скажу строго конфиденциально зови меня солдат 11 я из обсидиановой дивизии вооруженных сил пастух сообщил мне информацию тебе вот почему я считаю правильным править откровенностью с моей стороны но ведь она сказала только свой позывной настоящее имя в нее тоже есть верно должно быть люси мари люси мари короче да были просто увидела девушку и уже придумывает ей имена имена как из старого ковбойского фильма это проявление вашего чувства юмора вторая помощница тихо заказчица собирается рассказать о заказе пастух сказала что ты беглец юга подготовка у тебя есть на связи с местными нет ранее ты работал под псевдонимом алые глаза да это я не очень хочется это признавать все но это правда я лучше уж ковбойское имя чем что-нибудь из старых мультиков верно если краться моя задача проста поймать карата недавно мы обнаружили своем отряде шпиона из и из действующей неподалеку ячейки повстанцев он еще не знает что мы его раскрыли командование поручило мне при помощи этого шпиона обнаружить повстанцев и уничтожить всю ячейку ой она нам надо навязываться вообще в разборке вооруженных сил и повстанцев пупу пупу я бы туда не лезть но я буду действовать по плану чтобы установить контакт со шпионом я притворюсь что он хочу переметнуться на их сторону не я бы ребята в это не лезть пока что мое дезертирство идет по плану я тайно установила связь со шпионом но еще не завоевала его полное доверие однако мои усиления пропали даром мы узнали что наш шпион большой поклонник прокси хорошо известного на рынке фаэтона и поддержки этого прокси шпион готовы сделать следующий шаг не привлечь к своим тайным заданием меня так я выйду на его руководство лакарь какие люди здорово тут в дело вступаешь ты притворись этим прокси и помоги мне выполнить указание шпиона а что тут пока непонятно справишься алая ока глаз алый так кем нужно притвориться поэтоном кем не нужно притвориться этот прокси хорошо известен гражданских я знаю мало но даже мне знакомое имя поэтон ну что будем притворяться сами собой что она даже воодушевилась как-то очень неожиданный ответ это мы получает и должны сдать своего поклонника вот это будет трудно согласен выдавать себя за фаэтона такого задания у поэтона еще не было не поспоришь как изобразить себя интернет поиск 0 результатов связанные поисковые запросы как подать себя как побить себя как убить послушать хочу фея ты чего несешь то вообще очень полезно как будто не без тебя жили действительно что-то не так красные глаза ты нахмурился а ты еще помнишь как меня зовут то приятно если бы ты запомнила мое имя красное око красные глаза потом пойдут мешки под глазами понимаю притворяться фаэтоном задача не из легких однако посту вкалялся своей карьерой что ты справишься уверенно ты не подведешь не меня не вооруженные силы и жителей нью эриду так что расслабься после таких слов пожалуй расслабишься я разместила зашифрованные данные заказе в прокси сети на вы видите отлично вы ведь обычно так делаете до подставать пастуха да не то слово когда проверишь детали и возьмешь заказ я с тобой свяжусь блин но это рили подстала притвориться фаэтоном нелегко ты умеешь притворяться другими людьми ну в играх иногда другой пол выбираю вот как звучит тревожно и ты тоже и она из этих мысли звучит тревожно ну да химия у меня в кассере что здесь такого что здесь тревожного вот-то какой понятно понятно с ней многое понятно чувак тревожно вот-то что какой ужас какой ужас так бы ничего думаешь молодец вайс солдат 11 похоже не поняла что мы тут берем кто бы мог подумать что однажды мы получим заказ от вооруженных силу и виду тем более супер секретный связанный слове шпионов наверняка это опасно что делать будем ты хочешь взять этот заказ или откажем и пусть пастух разбирается сам ну ладно риск дело благородное если хорошо выполним заказ вооруженные силы new и риду будут у нас в долгу такие связи обязательно пригодятся в будущем неправда заказ уже загружен в интернет возьми его он когда примешь решение хочу думать там исследование между правдой и ложью но исследование так исследование погнали нужен огонь так ведь виномет 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 и хватит да они дают банку выбрать серьезно на и ладно ну на ряда за будут но фаэтона ведь больше нет как бы правда об этом никто и не знает ну да ладно согласовав время встречи солдат 11 отправилась к верну чтобы встретиться с постанцами шпиона выйдет на связь через пять секунд он называет себя господин крот то есть он даже не то есть пять четыре три даван и он прямо кротом себя и зовет господин крот я приняла фаэтона вы ведь где-то рядом будет ли вам удобно обсудить все лично чтобы начать операцию немедленно я хочу поскорее уйти из вооруженных сил купить ферму за выданные звание деньги и выращивать черную смородину что это за бабка момент вообще почему мне кажется что ей за 50 спокойно дожить до старости в мирной деревеньке в обществе горничной собака девочки ю у нее то ребят фетише как бы пупу-пупу ладно я ей верю часть со смородиной это было просто прикрытием но жить в горничной собака девочкой понятные и истинные мотивы я бы на самом деле задумался о том чтобы уйти из вооруженных сил ну и легенду тебе дали я беру свои слова назад если послушать легенду солдаты 11 в имени алые глаза нет ничего особенного почему ты молчишь мне казалось ты всегда восхищался фаэтоном я не вижу тебя через средства удаленной связи но обман чую трунь в этом городе не бывает таких подарков судьбы у линитарного фаэтона невероятный послужный список спасибо спасибо приятно приятно подобный человек ни за что бы не стал работать с таким ничтожеством как я да еще и по такому пустяковому делу как кража военных тайн пустяковому если мы лжем и я не фаэтон пусть меня до конца жизни пусть мне до конца жизни попадается лапша без приправы а это же ребят ну согласитесь проклятие то еще даже она оценила на ведь супер остая лапша огненная саламандра без приправы это как как солдат без оружия командира и родины и она это говорит если что на полном серьезе она явно понимает о чем речь такое представить сложно теперь мы чувствуем вашу искренность погодите я вот лично ничего не чувствую на военные собираются проводить в этой каверне испытания оружия помогите мне установить армейские передатчики по всему району так вы подтвердите что настроены серьезно говорите вы красиво но если хотите чтобы я поверил что здесь настоящий фаэтон придется подкрепить слова делом а ладно так здесь нужно разместить передатчики а всего у нас три целевые точки где их разместить решать тебя ну смысле в целевых точках не или так это уже не работает две тысячи две тысячи опа сюда look 2000 полторы просчитался так допустим где бы лук залутать какой-нибудь такой прикольный господин мы прибыли в первую точку назначения разместите передатчик осторожно поместить устройство как хрупкую драгоценность шевернуть его как мусор я ведь фаэтон легендарный фаэтон да я знаю что могу убить и стрелки пропадут но у меня свои цели свои планы почему ты молчишь скажи что-нибудь хотя бы поспорь со мной работа выполнена на отлично поэтому снова спасает положение для такого легендарного прокси как ты подобрать слова чтобы развеять сомнения клиента должно быть проще простого за психологическими консультации за психологические консультации я требую доплаты господин крот и чё ты хочешь сказать и меня задел я приложила столько усилий чтобы перейти сюда фаэтона на ты ведешь себя так некрасиво подозреваешь расспрашиваешь разве так выказывают уважение к легендарному прокси я вообще-то не хотела поднимать эту тему но этот визит фаэтона очень дорогом не обошелся я надеюсь кстати так и будет на самом деле поэтому я как никто другой заинтересована в нашем сотрудничестве верно фаэтон я этого не забуду особенно то как ты делала половинку отжимания на одной руке рунь на сервант ну конечно я думаю я могу не догадаться такой человек как фаэтон и не захотел бы работать со мной я даже не подумал что тебе пришлось принести подобную жертву сержант я вел себя недостойно не так важна цена как результат в армии к этому привыкаешь у нас мало времени прокси нужно установить следующий передатчик это стало возможным благодаря тебе то это он блин покажи еще потом половинку отжимания пожалуйста этот господин крот возможно не все его сомнения развеялись но пока что нам доверяют за это нужно благодарить солдаты 11 от его из молодец продолжай в том же духе конечно продолжим предательство у наших врагов крови нужно быть осторожнее а будем погнали солдатам с винометом тестить я вообще солдатам не катал так что сейчас будет больно но враги не должны быть какими-то прям жесткими теории не должны я тут пытаюсь затаймить что-нибудь но нет а как вижу другой раз за тайну я уверен там с винометно дамажит в пять раз больше ух там с вином полетело сколько лови по моему жестко было по свинами так готова и нам бы вон туда пробраться еще извлекаю данные морковки сюда так значит нам бы в обход вот сюда зайти и установить передатчик так судя по анализу феи это хорошая . лад солдат 11 взяла передатчик солдат 11 вернула передатчик но он увеличился два раза ладно продолжаем установку помолчи меньше слов больше дела на надеюсь это она фея и напевает и мелодию ожидания ну свиномет однозначно и петтой катки тут даже без вариантов не обсуждается тайминге а да маленький позитивный чел ладно но там пытается тут наверное это станут но не очень у него получается блин если бы не свина ладно капли берем с собой вдруг потом придется похилиться когда-нибудь так кстати денег по-прежнему нет м они как бы нужны а все деньги есть у а вот и проход как тайный путь уф она господин крот ничего тут не нашел господин крот ничего тут не нашел господин крот господин похоже господин кроту ушел так еще раз почитаем записку это приватная комната номер 15 зачеркнуто военное средство по обеим сторонам установлены ловушки он ладно это было немного странно барину солдат кажется такой непривычный после акула прям очень очень сильно непривычный я слишком долго натыкал на акуля спасибо но рано или поздно придется привыкать что-то делать когда там ну типа выбился ума едино так ну типа все господин основываясь на прошлом опыте предполагаю предлагаю спросить может у солдат 11 есть иные задачи солдат 11 протирает очки это ее другая задача звучит странно как быстро ты управился и с таким мастерством таким изяществом да это невозможно подделать ой как-то нас походу спалили я хочу целовать песок по которому ходил файта он так это приходи мы на месте да походу нас узнали ребят нет стоп стоп на карту поставлена слишком много чтобы так быстро поверить что он тот за кого себя выдает и почему-то почему-то я чую подвох на пахнет мерзко а я все еще на связи что за странный звук проблемы с подключением давай считать так бывает что клиент испытывает сомнения него можно понять но целок бой песок пожалуй пускай целуют там в прокси ты меня понимаешь а людям свойства на любопытство конце концов я как фаэтон файтон это живая легенда прокси который знает о кавернах все что только можно это тебе любой школьник в нее риду скажет смелое заявление даже ассоциации исследователей каверн не знает о них всего господин крот мы общаемся в режиме реального времени значит это же в этой каверне логично хочешь веря хочешь нет но многолетний опыт подсказывает мне что это каверна по ура станет активной верная активность вот-вот резко возрастет кстати феликс после стрима не убегай у меня после четырех дней активного задротства в занавес появилась лютое желание вечерком пару каток в лол сыграть слить тильтануть и уйти спать вот план на сегодня такой как это ассоциации они рассылала никаких предупреждений господин кроткое чего не понимает и намного быстрее ассоциации сирена воет как такое возможно блин главное чтобы солдат ничего не поняла победить ассоциацию исключительно за счет опыта а вот это я называю легендой вон там впереди следы и фериалов приготовьтесь к бою и тоже будь повнимательней господин крот вы вы беспокоитесь о моей безопасности у меня на меня так горят щеки что внутри каверны сейчас станет жарко какая мерзость какая мерзость здорово пусть победа над эфириалами станет прекрасным финалом нашего маленького приключения я сейчас выйду из канала не хочу вас отвлекать какая мерзость трудно подобрать похвалу соответствовало бы твоей блестящей репутации я обязательно лично поздравлю тебя после боя и надо и на отдать тел отлично и последнее испытание на сегодня пробраться наверх или не наверх не наверх погнали блин можно конечно можно отказаться но солдата бросать наедине с ним не хочется он он ладно меню давай давай ты тут разберешься медленно но верно в итоге мы справимся да нет там свинов полетела не ну не акуля конечно не акуля мне кажется где тут больше опасности чем солдат ну так как это и есть фаэтон он то выкрутиться на вот солдат не факт мой как же ненавижу эту хрень лайки кабанчика по всей души очистила сердца какой-то свинки любишь это выглядит уважаемо ульта выглядит ребят уважаемо мне нечего добавить да я же я ждал вроде как замечено ну вы куда еще новые она же милость ненавижу инвизмных тварей очень сильно вот и все отлично великолепно замечательно ей представить не мог что агенту и прокси могут работать так слаженно и эффективно для фаэтона это проще простого полагаю теперь я заслужил твое доверие слушайте главное чтобы да как я говорил солдат не поверила мне мне это не снится я сейчас работаю с настоящим фаэтоном ой беда беда не как будто я всю жизнь и просыпал во тьме на сегодня луч солнца озарим ее лицо я сливаю такой не господин крот мелочами с мелочами мы разобрались пора вернуться главному заданию именно так со всей со своей стороны мы сделали все сделаем ждите я с вами свяжусь ок не медли я сделаю все чтобы сержант получила ферму мечты а файтон самую высокую плату а теперь можно я спрошу кое о чем не относящимся к делу это ведь ты проник хранилище топ через суп каверну а еще то старое здание института нет здания института нет некоторые вещи должны оставаться тайной увы в настоящее время я не могу разглашать эти данные ну ладно до новых встреч я буду скучать а я нет у меня тебе просьба следующий раз когда мы встретимся ты дашь мне автограф ну или запишешь мне бодрящее послание чтобы я поставил его на будильник поля куда мы вляпались просто куда он взял и вышел из канала какой болтун как только он нам открылся то стал болтать больше чем я ожидала в любом случае давай выбьемся из каверны пора бы уж как бы там 23 еще должны с половиной как качаться того мы прекрасно справились мы прошли про по краешку все прошло лучше чем я ожидала половина реплик которые я заранее продумала не пригодились боюсь даже представить чего она там подготовила например поэтон настоящий мастер маскировки перед ним даже автоматические двери не открываются и низ кранов с датчиками движения вода не течет ладно уважаемо сомнительный комплимент когда пастух тебя рекомендовал я напряглась но ты действительно профи отлично сработано прокси насколько еще стримить будешь но в планах пару часиков я завяжусь с вами когда шпион проявит активность а может часик а может пару часиков опа клякса ты ли это подружка джано или он по кстати мой мяч мой мяч который я я бросил мяч солдат любишь футбол есть тут парочка банку которые любят могу познакомить нет про видимо не любят похоже я могу доверять прокси конечно а как иначе то ребята как иначе то так и геймис и само собой лутаем опыт тоже лутаем их 12 гемов до круточки но это было близко так ребят и да самое время нам сделать небольшой перерыв буквально пять минут и мы продолжим